И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Давненько вы меня просили снять серию... Помните, у меня на канале есть серия? Мы с помощью интересного мода размещали второе Солнце, несколько планет Юпитер, планету Земля в нашей Солнечной системе, и не только различного рода на других объектах нашей галактики Млечный Путь. И вы меня просили, слушай, Sky, сними еще подобную серию, ну что-нибудь такое, поэкспериментируй, а мы посмотрим. Ну, в принципе, у меня до этого дошли руки. И вот, давайте посмотрим. Что мы видим? А мы видим два Солнца. Да, именно два Солнца. То есть, две звезды, и посмотри, видишь, это Солнце, а это, блин, еще Солнце, но только под названием космический аппарат SunScale. А это наша планета Земля. Да, опять же, это космический аппарат Scale Model. Ну, то есть, мы можем сейчас немножко поэкспериментировать примерно, ну даже не поэкспериментировать, это, блин, тебе не Universe and Vox 2 какой-то. Так, давайте мы сейчас уберем Землю и посмотрим, что вообще, как бы выглядела бы Солнечная система, если бы, допустим, какие-то объекты были бы, допустим... Короче, сейчас все увидите. Давайте представим, что у нас двойная звездная система. Я не знаю, две звезды располагались бы друг к другу настолько близко или нет. Такс, наша планета Земля. Давайте перелетим к ней. Конечно, с таким модом, знаете, не особо смотрится это... Сейчас я объясню, почему и покажу. То есть, обрати внимание, вот наша звезда Солнца, а вот наша вторая звезда, ну я не знаю, как ее можно было бы, блин, назвать, но если бы, конечно бы, это бы звезда, то есть наш мод светился, то куда бы смотрелось лучше, комфортабельнее и всему прочее. Можно, конечно, подредактировать его с помощью редактора, но пока, знаете, руки не доходят, так сказать правильно. Такс, давайте, короче говоря, можно было бы, да, Солнце куда-нибудь второе расположить вот здесь, где-нибудь на приличном более таком расстоянии, нежели рядом. И чтобы была бы светимость во много раз. Конечно, многие эксперименты, я заметил, знаете, лучше делать... Версии 0.9.8.0. Там проще, как бы, добавить какие-то текстуры, светимость... На поверхность накидать, не знаю... В общем, намного проще. Вот, все. Такс, эм... Венера. Планета Венера. И вторая звезда. Знаете, можно сравнить это, наверное, с маленьким красным каким-нибудь карликом. Я бы сказал бы даже так. Так, давайте перелетим на Меркурий. Вот планета Меркурий. И где наше Солнце. А рядом с ним вот такой маленький красный карлик. Двойная звездная система. Стойте, стойте, стойте. Давайте, сейчас знаете, что я сделаю? Я, наверное, немножко расположу вот эту вторую звезду чуть подальше от основной звезды Солнца. Ну что же, вновь представляю вам двойную звездную систему в нашей солнечной Меркурий. И я немножко перестроил здесь наш красный маленький карлик. И посмотри. Вот так бесподобно с Меркурией, в принципе, наверное, выглядела бы солнечная система. Красный карлик и наша звезда Солнца. Вообще, конечно, по объемам, по диаметру и всему прочему, вот эта вот звезда, она точно такая же, как Солнце. Но светимости, блин, она уступает ей, ему во многом. Давайте сейчас попробуем... Так, переместимся, наверное, на Венеру. Переместимся на Венеру и посмотрим. Двойная звездная система отсюда, конечно, нелепо выглядит. А если нам перебраться на Землю... Конечно, светимость была бы намного больше. Если бы наш красный карлик светился бы. Такими же яркими лучами, огнями и светом, как Солнце. Так, ночная сторона Земли. Можно вот так опуститься где-нибудь на вечернее. А, нет, не получится. Не получится, потому что мы не увидим на горизонте уже маленький красный карлик. Я, конечно, могу сейчас запустить время, но эти моды почему-то здесь нелепо как-то работают. Мы можем наблюдать их только на режиме паузы. То есть, если... Подожди, время запущено, и что наш красный карлик не падает. Обычно, когда запускаешь время, все вот эти объекты, они просто как сумасшедшие устремляются в разные стороны. Но нет, все работает, все прекрасно. Ну что же, хорошо. Пускай он у нас остается на месте. А сейчас мы с вами, знаете, что еще сделаем. Где наша Луна? Так, наша Луна. Сейчас мы с вами таких экспериментов тут наделаем, что мама не горюй. Давайте посмотрим, представим, что было бы, если бы за место Луны, допустим, был бы какой-нибудь Юпитер. Ну что же, это реально шедевр. Обрати внимание. Ох, насколько это здорово. То есть, в принципе, по идее, если бы за место Луны был вот такой газовый гигант, как Юпитер, я думаю, мы бы смогли бы с вами выжить. Мы бы были бы Луной этой замечательной планеты, газового гиганта. То есть, получается, Юпитер у нас бы был третьей планетой от Солнца, а мы всего лишь какой-то Луной, такой же, как Ио, Европа, Калиста, Ганимета и все прочее. Давайте опустимся сейчас куда-нибудь на поверхность Земли и посмотрим на Юпитер с Земли. Ох, это невероятно. Так, посмотри, это чудесно. Вот реально землянам можно было бы любоваться сутками напролет, днями, ночами на Юпитер. Юпитер. Так-с, подожди, я хочу сейчас переместиться на дневную поверхность и посмотреть, будет ли... Да, вообще, по идее, должен у нас Юпитер быть виден. Ой, 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 вот это вот, вот это вот, мне, знаете, не нравится. Двойная звездная система, непонятный какой-то Юпитер, что с текстурами. Так, облака. Подожди, стой, у меня выставлены облака. Выставлены облака. Да, хорошо. Но мне кажется, что Юпитер как будто бы, знаете, лежит у нас прямо на Земле. Прямо на горизонте он лежит. То есть, с ночной стороны можно было бы... Сейчас, подожди. С ночной стороны он как-то более-менее все-таки наблюдается. Да, прекрасно, прекрасно. Такс, хорошо, я тебя понял. А давайте сейчас мы, знаете, что сделаем. Давайте представим, что у нас... Я не знаю, это просто сумасшедшие какие-то сейчас эксперименты с моей стороны. Давайте представим, что два газовых гиганта вращаются друг вокруг друга. Ну, не знаю, возможно ли это. Пишите в комментариях. А мы являемся спутником этих самых двух газовых гигантов. Ну что же, вот такая вот непонятная солнечная система. Я думаю, к концу видео я его превращу в какой-то невероятный сумасшедший уже эксперимент. У нас Нептун. У нас появился Нептун. Мы опускаемся на поверхность Земли. Такс, подожди, я вижу только Нептун на ночном небе. А где Юпитер? Слушай, я не знаю, почему меня берет сейчас такое сумасшествие. Это, наверное, в преддверии все-таки Нового года. Ну, как бы поднимается чуть-чуть настроение. Такс, я не пойму, подожди, куда у нас... А, вот у нас, вот наш Юпитер. Вот наш Юпитер. Газовые планеты находятся по разные стороны Земли. Стой. Нептун и... Вот Юпитер. Все, я понял. Хорошо. Вот, вот, я все-все-все, я понял, где нужно присесть на планету Земля, и чтобы два... Две газовые планеты смотрелось с нашей планеты Земля. Посмотри. Мы видим на небосводе Юпитер. И больше мы опять... А, и вот... И вот Нептун. Два газовых гиганта на ночном небе. Это замечательно. Это очень классно, слушай. Я такой запущу слоу-моушен даже сейчас. Красное пятно. Самое, что ни на есть, можно было бы наблюдать Земли. Постоянно следить за ним. За его движениями, за вихрениями на этом большом газовом гиганте. А вот Нептун. Да. Ну, представь даже, что если бы планета Земля была бы каким-нибудь просто спутником, а Нептун, либо Юпитер находились бы на месте той же самой Луны, и можно, в принципе, разместить было бы на орбиту. Нашей планеты. Да, можно сейчас это все, в принципе, запустить и... Так, время запущено. И что? Наши газовые планеты не улетают никуда, а просто держатся на небосводе. Ох, это же здорово, слушай. Ну, Юпитер, по-моему, куда-то уже устремился. Сейчас будет восход двойной звездной системы. Системы. Рассвет. Ну, вот, в принципе, когда восходит звезда, то есть наше Солнце, да, более-менее смотрится Нептун. Что-то с этим надо делать, да, действительно. Как будто он у нас в воздухе, маленький надувной шарик. Двойная звезда, красный карлик и звезда Солнца. Пишите, ребятки, в комментариях, что бы вообще могло бы быть ваше предположение, если бы у нас была двойная звездная система, вот из красного карлика, допустим. Ну, конечно, да, он на каком-то другом, на дальнем расстоянии был бы расположен. Как бы вообще повлияло бы это на нашу планету Земля? Что вы думаете? Так, ну, наверное, знаете, что сейчас я еще сделаю? Сейчас я... Последнее, что мне хочется сделать, это, наверное, вернуться к нашему Юпитеру. Уже к настоящему Юпитеру. И на его место расположить... Солнце. Почему бы нет? Допустим, если бы газовый гигант зажегся бы, посмотреть, что было бы. За место Юпитера у нас... Посмотри. Да, это... Ну, как бы... Так, Луна, Европа... У нас зажегся, короче говоря... Юпитер, посмотри. Ну, естественно, он намного больше. Мне пришлось на его место расположить Солнце. Вот видишь, вот это вот пятно. Это у нас Юпитер. Да. Конечно, при таких температурах, которые были бы здесь, на Юпитере, у нас бы... Европа стала бы... Планетой. Даже... Ну, как правильно сказать? Планетой, океаном, Луна, океаном. Ну, вы меня поняли. Такс. А теперь мы возвращаемся на Землю. И посмотрим, откроются ли нам те виды, которые мы бы могли видеть. Такс, где наш Юпитер? Да, все-таки не хватает светимости, но мне кажется, намного стало ярче смотреть на зажженный Юпитер. Особенно, наверное, если смотреть с ночного неба планеты Земля. Я представляю, если туда сейчас расположить Бетельгейза, это вообще будет сумасшедший вариант. Это просто, мне кажется, Бетельгейза нас поглотит. Нет, это уже сумасшедший просто вариант. Я не буду этого делать. Ну, вот такой вот как бы эксперимент. Не знаю. Хотя бы могли бы посмотреть, мы смогли посмотреть, как приблизительно выглядели бы различные виды с планеты Земля и все прочее. Да, иногда, конечно, моды помогают рассмотреть все с другой точки зрения. Интересно достаточно. И открываются новые впечатления. Короче говоря, если кому-то понравилось данное видео, обязательно ставим пальчик вверх, подписываемся на канал, жмем колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия в мире Space Engine. И помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока, пока, пока.